Продолжается инвестиционное реалити-шоу, в рамках которого я рискую своими деньгами и показываю это вам. Я инвестирую в рамках индивидуального инвестиционного счета каждую неделю. Единственное, что сегодня пятница, нужно было инвестировать в понедельник, но столько завала, столько работы, не успеваю иногда записывать материал и ввести его на YouTube-канале. Тем не менее, так или иначе, должен был в понедельник купить активов на 43200 рублей. Я этого не сделал, это буду делать сейчас, однако предварительно покажу результативность, что получается. И обратите внимание, сегодня рынок падает невероятными темпами. Мой портфель сбалансированный растущий упал на 1,7%, а недиверсифицированный, абсолютно максимально рисковый экспериментальный портфель, в рамках которого я сливаю бюджет на своем YouTube-канале, просел на 2,7%. А это что значит? Это значит, что самое время покупать акции в этот портфель. Окей, перед тем, как я это сделаю. Давайте посмотрим, что упало сегодня на Adobe на 2,8%, на 3% упал Google, на 2% Apple, на 3,5% Facebook и Microsoft на 1,5%. Мне нравится, как упал Facebook на 3,5% за сегодня, и до этого он тоже неслабо падал. Он находится сейчас во флете, я его не покупал достаточно давно, и думаю, что самое время взять его в свой портфель. Кроме того, меня привлекает последнее время Adobe, он вышел как раз тоже из этого флета вниз. Достаточно хороший момент для входа, я считаю. Правда, это может начаться, конечно, нисходящий тренд, и он долго-долго-долго медленно будет падать. Я его буду докупать уже все это время. Но хотелось бы взять его сейчас, чтобы он резко отскочил, но вы понимаете, да. Microsoft, Apple и Google, насколько я помню, какой-то подобной динамики не показывают. По крайней мере, Microsoft и Google точно. Вот Apple немножко даже заранее начал снижаться, однако его я докупал и так довольно активными темпами, и покупать сейчас не очень хочется. Купил вторую акцию Google в прошлый раз, и вот она упала на 3% сегодня, но в принципе ничего страшного. Окей, Apple, вот этот был боковичок, и начался нисходящий тренд, но докупать его сейчас слишком рано, поскольку я не докупил еще другие акции. Apple так имеет достаточно высокую долю в портфеле. Хорошо, эти моменты зафиксировали, теперь идем в аналитику по счету. Мы смотрим на компании в рамках индивидуального инвестиционного счета и видим, что Google занимает 35% портфеля. Пока я не выровняю примерно по ровну акции в портфеле, я не успокуюсь, я не остановлюсь и буду устраняться и докупаться. Сегодня, скорее всего, буду брать Facebook, посмотрю на Microsoft, сколько они там стоят в переводе на рубли, точно сейчас не помню. Если хватит на 2 акции, возьму 2 эти акции. Окей, доходность по портфелю оставляет желать лучшего из-за того, что достаточно сильно снизился американский фондовый рынок. И конкретно вот эти компании, у меня так как нет диверсификации, вы видите, за последний месяц, у меня образовался убыток 55 тысяч рублей. Интересно. Но за счет того, что высокая база, я вам объяснял, у меня был такой видеоролик на канале, обязательно найдите, посмотрите, риски сложного процента. Я думаю, если вы в YouTube наберете, вы найдете риски сложного процента. А вот они налицо. Когда инвестиционная база растет, мы теряем, скажем, 10% от высокой базы. Это может быть на 50 тысяч рублей, например. А до этого у нас вся прибыль может быть равнялась 50 тысячам рублей, и мы ушли в ноль просто потому, что базу накопили инвестиционно и попали на небольшой откат. Когда мы устраняемся на росте, небольшой откат сильно режет нашу доходность, может даже и в минус загнать. Вот как раз таки тот самый пример. Ну тут еще сыграло отсутствие диверсификации, которое вот я вам демонстрирую. Тем не менее, сегодня минус 50 тысяч рублей, завтра будет плюс 150 тысяч. Нам нужно наращивать капитал, нам нужно устранять активы, инвестировать в первоклассные компании, что я и делаю. Но единственное, что можно посмотреть на другие сектора, но я специально веду такое шоу именно с вот таким распределением. Хорошо, нажимаем кнопочку «Пополнить», пополняемся на 43200 рублей, но это с учетом того, что нужно заплатить налог в 6%. Получаем, получаем, получаем следующую сумму. 40608 рублей, нажимаем кнопку «Купить». Точнее, это была кнопка «Пополнить», портфель пополнен, замечательно. Заходим в аналитику еще раз, смотрим, как он подрос. И да, замечательно, он подрос, он подрос до нового максимума, но за счет пополнения, не за счет того, что была реализована доходность. Тем не менее, ничего страшного, я сейчас на это пополнение куплю активов на просадке, они восстановятся, я с этого только заработаю. Ну, плюс пойдут, когда на новый максимум, у меня счет перерастет еще сильнее. Так или иначе, если, вот обратите внимание, если рынок растет, мы усредняемся по мере роста рынка. Давайте покажу наглядно, как это работает. Ну, на примере акций Apple. Рынок растет, мы усредняемся по мере роста рынка. Например, начали покупать тут, начали тут покупать, продолжили здесь и вот тут. В момент, когда рынок падает, может упасть вот сюда. И у нас уже будет убыток, хотя первая покупка до текущего момента дала нам колоссальную прибыль. Ну, за счет того, что мы покупали здесь, а потом цена упала, и за счет того, что цена упала, и по факту вот с этой покупкой тоже прибыль уже не такая большая, мы можем находиться в минусе. Это вот как раз-таки минус сложного процента, но в случае, если мы нарисуем наш график нашего капитала, и он будет выглядеть, допустим, вот так, ну, то есть он рост в момент роста фондового рынка, и снизился на вот это вот снижение. Это примерно то, что сейчас происходит у меня на счету. И мы пополним свой счет и сделаем усреднение уже здесь. Ну, соответственно, будет график у нас уже выглядеть по доходности вот примерно вот так. Не по доходности, вернее, а по размеру нашего капитала. Примерно вот так будет выглядеть. То в случае, когда вот это вот дело восстановится таким образом, мы получим доходность на всю вот эту базу. Ну, соответственно, это будет плюс сложного процента на усреднение. То есть я ожидаю колоссальную доходность в момент взрыва фондового рынка, в момент взрыва этих компаний. Но они очень дорогие, но относительно. Тот же Apple, конечно, недорогой. Я считаю, что он даже недооцененный, но за счет того, что он уже там достиг потолка плюс-минусы, и пока что непонятно, как будет развиваться дальше. Но это отдельная тема. Он дорогой. Нужно подождать какое-то время. Может быть, пройдет год. Может, полтора, может быть, даже два. Но вот эти полтора-два года я накоплю как раз-таки вот эту базу инвестиционную на снижение. И потом могу получить доходность, может быть, в несколько миллионов даже рублей с какого-то взрыва, если его не будет пару лет. Если он наступит раньше, конечно, я не успею накопить за эти пару лет какую-то большую базу. У меня доходность будет там не миллион рублей, не два миллиона рублей, там 1100 рублей может быть моментально за счет этого взлета. Так или иначе, она будет, так или иначе, активы, которые покупаю, фундаментально ценные. И вопрос лишь времени. И чем дольше вот это время оттягивается, тем больше я смогу заработать. Но такая вот интересная логика. Заходим на доллар, покупаем доллары для того, чтобы инвестировать в американские ценные бумаги. Нажимаем купить, покупаем его на индивидуальный инвестиционный счет. И со счета из 554 лота доступно. Нажимаем кнопочку купить. Отлично, доллары куплены. Заходим в портфель и переходим к покупке активов, к покупке ценных бумаг. Однако, перед тем, как я перейду к покупке, у меня для вас есть хорошие новости. У нас, я делал уже видеоролик на канале, я думаю, что не все его посмотрели, далеко не все его успеют посмотреть. Он потеряет актуальность уже через сутки после выхода этого видеоролика, который вы смотрите сейчас. У нас есть программа обучения финансовой грамотности, инвестиции, составлению портфелей, диверсификации под себя, под свой риск, профиль. Для того, чтобы выйти на финансовую независимость, увеличить свои доходы, сократить свои расходы, увеличить положительный денежный поток, разобраться в активах-пассивах. Далее, разобраться в экономических моделях, собрать себе инвестиционный портфель из разных активов. Здесь упор конкретно на активы-акции американских компаний. Есть информация про другие активы, но я говорю, почему я инвестирую только в акции американских компаний, почему не делаю такую диверсификацию и считаю ее сомнительной. Рассказываю, как я избегаю всех рисков, это по ссылке внизу. Посетите сайт, прочитайте программу и обратите внимание, что раз в полгода я запускаю обучение и полгода последние у меня периодически то в комментариях, то в личке, в инстаграме просят, возьми меня на обучение, возьми меня на индивидуальную работу, на консультации. Настало время, где вы можете записаться. Когда будет следующий поток, будет ли он вообще, я не знаю. Ссылка внизу, здесь и сейчас. Кто хочет добиться результата вместе со мной, пройти со мной за руку, welcome. Ссылка в описании. Добро пожаловать в финансовую независимость. Что ж, ну а теперь мы продолжаем. У нас количество мест ограничено. Сейчас покажу там сколько их суммарно. 220, стоит 25 мест в зависимости от тарифа. Ссылка внизу. Ну и еще до завтра, если кто-то вдруг смотрит этот видеоролик в момент его выхода сразу. У меня для вас новости хорошие. Здесь цены практически вдвое ниже, чем будут впоследствии. Ну то есть, если места не кончатся сегодня, мы потом цену поднимем, потом еще поднимем. Так, пока места не кончатся. Ну мы так делали всегда. Кто старый подписчик, тот помнит. Вот кто не успел записаться на прошлой программы, welcome. Ссылочка будет внизу. Что ж, покупаем активы. 40 тысяч рублей превратились в 660 долларов. И там были еще какие-то средства мне на счету. И мы будем покупать. Начнем, наверное, с фейсбука. Видите, Apple на 1900 долларов у нас в портфеле лежит. Фейсбук всего лишь на 1500. Он стоит 264 акции. Я могу взять, сколько, 2-3 штучки. Могу взять 2, и у меня еще останется сколько? У меня немного останется, 100 долларов, да? А если я возьму одну акцию фейсбука, у нас получается минус 265 долларов. Останется буквально 400. Сколько стоит акция Майкрософта? Отлично, я возьму одну акцию Майкрософта и одну акцию фейсбука. Заходим сюда. Один лот, одна акция, индивидуальный инвестиционный счет. Нажимаем кнопку купить. Замечательно. Мы заходим в портфель и покупаем в фейсбук. Одну акцию. Купить. Индивидуальный инвестиционный счет. Одна акция. Нажимаем кнопочку купить. Замечательно. Бумаги куплены. Заходим в портфель и наслаждаемся. Наслаждаемся моментом. Наслаждаемся тем, что покупка совершена на коррекции. По факту, ну да, 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей бумажного убытка. Это неприятно. Но в процентах, это же всего лишь 2% снижения. У нас было и 5,8 и 15% падения. 15 не было. 15 рынок падал. Нет, вру. Рынок на 10 падал. Да, 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 да. Рынок падал на 10. У нас было 5,8% снижения. Тогда просто цифры были не такие большие, потому что база инвестиционная, как я говорил в начале этого видеоролика, была небольшая. Со временем счет копится, со временем счет растет. И самое главное сейчас, в момент просадки. Да, просадка сильная. В момент просадки главное набирать качественные активы. Для того, чтобы в момент восстановления наш счет рос. А в момент, когда акции пойдут на новые максимумы, счет рос колоссальными темпами. Я думаю, что в следующем месяце я побью цифру в 1 миллион рублей на индивидуальном инвестиционном счету. Вот какие-то такие вот пока что мысли и ожидания. Спасибо за просмотр. Ссылка в описании будет на наш сайт, где вы можете записаться на обучение. А также на другие социальные сети. Ссылочка будет в описании. Любые вопросы пишите в поддержку. Она также доступна на сайте. Буду рад поработать с тобой. Буду рад видеть тебя на обучении. Ссылка внизу пока есть места. Успевать записываться. Продолжение следует... Продолжение следует...